Моя прабабушка Загородняя Зоя Иванова Моя прабабушка Загородняя Зоя Иванова родилась в селе Монтурово в 1925 году. В Монтуровском музее есть ее фотография. В 1942 году вместе с уступающими войсками из села уходили комсомольцы. Чтобы не попасть в Германию. Так Зоя попала в воинскую часть. Была зачислена санитаром санна роты 794-го стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии. Маленькая, хрупкая, таскала на себе с передовой раненых. Согласно приказу 40-й армии 2-го Украинского фронта От 20 сентября 1944 года Сержант Загородняя Зоя награждена медалью за боевые заслуги. За то, что находясь в передовом отряде под огнем противника, Оказывала первую помощь раненым. Получив воспаление легких при форсировании депрада, Зоя попала в госпиталь. Здесь, узнав ее умение печатать, Пригласили в штаб для оформления документов. Увидев в ней серьезную, самостоятельную девушку, Поручили ей очень ответственную работу экспедитора в ротисвязи. В ее обязанности входила зашифровка и расшифровка документов, Телеграмм, донесений, приказы. Не знала она тогда, что за шифровальщиками немцы установили особую охоту. Однажды, когда смена проходила к концу, И девушки уже клевали носом от усталости, Офицер отлучился в соседнюю землянку за куревом и пропал. В землянку ворвались немцы, бесшумно сняв часового. Их было пять человек. Девушкам приказали лечь вниз лицо, забрав у них карабин. А Зоя упала под стол, у себя за перегородкой, Прикрыв с собой автомат, который успела схватить со стены. Немцы ее не заметили. Когда стали вытаскивать телеграфные ленты, Она снизу в щель пустила автоматную очередь. В это время подоспела смена с охраной. С фрицами было покончено. За мужество и находчивость Зоя была награждена медалью за два года. Много раз Зоя смотрела в смерть в глаза, Но осталась жива. Получила медаль за боевые заслуги. Дошла до Германии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok